Следующий вопрос. Если человеку нужно совершить желательный гусль, то есть, например, для входа в Мекку, так? Для входа в Мекку. Или для праздничного намаза. Это какой гусль? Желательный или обязательно? Желательный. Человек не находится в полном свернении. Он находится в нормальном состоянии, так, чисто в состоянии, но ему нужно взять желательный гусль. И воды у него нет. Воды нет. Может ли он сделать таймом вместо этого гусля? Сказал шейх Аль-Аллама ибн Утаймин в книге Шарх аль-Мумтих, передавая слова шейха Аль-Алама ибн Утаймин, который сказал, Любые виды желательного гусля, если человек не может его выполнить, то есть из-за того, что у него воды нет, В этом случае он не должен делать таймом вместо этого гусля. Потому что таймом был законен только для того, чтобы поднять от тебя отквернение, либо большое, либо малое. Правильно или нет? Правильно. А в данном случае у него есть отквернение? Нет отквернения. Поэтому для чего он будет брать таймом? Так или нет? Или от чего он будет брать таймом? Если вы хотите встать на маз, то вымойте ваши лица и руки до локти. А также обтелите ваши головы и вымойте ваши стопы до щекоток. А если вы находитесь в состоянии полуосквернения, то очищайтесь. А если вы в этом случае больны или находитесь в пути, или один из вас пришел, справив свою естественную нужду, или если один из вас совершил полуак, а после этого не нашли воды, тогда в этом случае возьмите таймом, чем чистой поверхностью земли. Может быть, вы будете богобоязнен. Исходя из этого, что получается? Что Всевышний перечислил те моменты, когда человек находится в отквернении? Искал по-таймому. Если вы так и не можете взять гуссель, так как вы больны, или не можете найти воду, или не можете использовать, тогда, что сказал, тогда возьмите таймом. И в конце, что сказал, Всевышний хочет вас очистить. А если человек находится в состоянии чистоты ритуальной и возьмет таймом, то он не достигнет этого дополнительной какой-то, этим какой-то дополнительной чистоты. Так или нет? Говорит, И известно то, что желательные гусли берутся не для того, чтобы очиститься. То есть имеется в виду религиозной чистотой. Не для того, чтобы поднять от себя отквернение. Потому что нет у человека в данном случае отквернение, от которого необходимо очищаться. И исходя из этого, Поэтому если человек доехал до Миката, то есть до того места, где он должен сходить в храм, и он хочет совершить умру или хадж, и не нашел при этом воду, или нашел воду, но она очень холодная, или он больной, то не должен в этом случае брать таймом, так как он не в состоянии воспринения. Понятно или нет? Это что за гусль будет у нас? Гусль для храма. Так, вы взяли этот вопрос. Гусль для храма каким является? Является желательным. Но при этом ты не находишься в состоянии полового отквернения или малого отквернения. И если ты не нашел воды, должен ли ты взять таймом? Нет. Потому что таймом берется только от отквернения. Говорит, Говорит, Но несмотря на это, ученые по физку говорят, пусть возьмет таймом. Но правильное мнение противоречит этому. Правильное мнение в соответствии с тем, что в этом случае он таймом брать не должен, а должен что? Оставить просто желательно в госуле не совершать его. И его не совершать, так как не способен его совершить.